Отец Бена был очень зол. Ему снова пришлось вытаскивать своего своенравного отпрыска из полицейского участка и оплачивать ущерб. Бен вел разгульный образ жизни, не заботясь о последствиях своих поступков. Он знал, что у его отца есть связи и деньги, и что он всегда поможет. Между тем, с каждым таким случаем, отец понимал, что у него нет наследника, которому он мог бы доверить свой бизнес. Этот факт сильно огорчал мужчину. На следующий день после этого Бен пришел к отцу, чтобы попросить прощения и одновременно денег. Но отец не стал слушать извинений, прекрасно понимая, что его сын нисколько не раскаивается в содеянном. Он просто сказал Бену, что в его возрасте он не бил чужие машины, а экономно трудился, чтобы создать все то, что у него сейчас есть. И тогда отец поставил ультиматум. Сын должен отработать месяц в том месте, где сказал отец. А если сын откажется или будет уволен раньше времени, то он лишит его наследства и выгонит из семьи. Бен согласился, думая про себя, что легко отделался. В конце концов, не так уж сложно проработать месяц в компании, где боссом был твой отец. Молодой человек вышел из офиса, чтобы не слышать, как его отец кому-то звонит и договаривается. На следующий день, когда они сели в машину, отец потребовал отдать ему ключи от дома и машины, а также телефон. Бен был удивлен, но вынужден был подчиниться неожиданному требованию. Однако его это мало волновало, и когда машина отъехала, он задремал. Он привык веселиться до утра, а после обеда дремать. Когда машина остановилась, Бен проснулся и увидел, что они приехали на автомойку. И тут его ждал настоящий шок. Его отец объявил, что это работа Бена на ближайшее время. Он должен был жить в общежитии, там для него было приготовлено место. Отец сказал потрясенному Бену, что ему не разрешат вернуться домой, и что когда он получит месячную зарплату, ему вернут его вещи. А если Бена уволят после испытательного срока, он навсегда потеряет свою семью. Отец вручил сыну сумку со всем, что могло пригодиться сыну в новой жизни. Бен заглянул внутрь, вытащил бумажку с адресом общежития, кнопочный телефон и немного денег. Ошеломленный, Бен попытался возразить, что этого не хватит даже на еду в ресторане. Но его отец был непреклонен, ведь многие люди живут на меньшую сумму. Посоветовав не опаздывать в первый рабочий день, отец сел в машину и уехал. Услышав позади себя незнакомый голос, Бен обернулся и увидел высокого, пухлого мужчину. Он презрительно посмотрел на Бена и сказал, что труд превратил обезьяну в человека, поэтому Бену пора остать человеком. Он посмеялся над его шуткой, представился Эндрю, сказал, что он его босс и показал ему свое рабочее место. Бену было не до смеха. В автомойке было очень сыро, немного холодно и не очень чисто. Парню выдали униформу, резиновые сапоги, которые были ему велики, на два размера. Бен решил высказаться по этому поводу, но Эндрю грубо ответил, что парни здесь никто не держит, а принцессам здесь не место. Бен понял, что у него нет выбора, ему придется мыть машины. Физический труд был непривычен для парня, который вообще мало что умел. Его напарник показал Бену, как работать с водяным компрессором и где взять пену и тряпки, и Бен принялся за работу. Бокс был достаточно длинным для двух машин, поэтому они мыли по несколько машин за раз. И напарнику очень часто приходилось помогать Бену закончить работу. После него машины иногда оставались с разводами или грязными колесами. А иногда клиенты начинали ругаться из-за долгого ожидания. Первый день работы показался Бену сущим адом. Его ноги были мокрыми, даже резиновые сапоги не могли помочь. Он был очень голоден и хотел спать. Когда его смена закончилась, парень отправился на поиски своего общежития. Ему уже было все равно, где он будет спать, лишь бы добраться до своей кровати. По дороге он зашел в супермаркет и купил колбасу, хлеб и сок. Бен не умел готовить и до последнего надеялся, что Эндрю расскажет отцу, как хорошо отработал смену, и отец тут же простит его и позовет обратно домой. Но он ошибся, отец был настроен решительно. Бен ужинал на скамейке возле супермаркета, потому что был так голоден, что не мог дождаться, когда доберется до общежития. Запах хлеба и колбасы просто сводил его с ума. В общежитии Бену показали его комнату. Хотя она была большой, в ней жили еще два парня. Увидев кровать, Бен лег и тут же уснул. Впервые в жизни ему было все равно, где и как спать, он никогда еще так не уставал. Когда Бен открыл глаза, он понял, что уже далеко не утро, и он проспал. Позавтракать было нечем, поэтому по дороге Бен остановился в кафе, он не мог оставаться голодным. После неспешного завтрака он неторопливо пошел на работу, ноги болели. Эндрю встретил его на автомойке и спокойным тоном сообщил, что за опоздание Бен получит первый выговор. После третьего он будет уволен, никто не собирается его жалеть, и ему пора научиться пользоваться будильником. К выговору прилагался штраф, так что получалось, что Бен вчера работал бесплатно. Парень пошел переодеваться в рабочую одежду. Он сунул ноги в ботинки и обнаружил, что они наполовину заполнены водой. Через стеклянную дверь Бен увидел, как его напарник криво улыбается, натирая очередную машину. Бен молча вылил воду и принялся за работу. Снова конвейер машин и конца не видно. Вечером парень только присел отдохнуть, как на стоянку въехал роскошный автомобиль. С трудом поднявшись, Бен подошел к машине и увидел внутри двух своих друзей, таких же сыновей богатых родителей. Приятели со смехом рассказали ему, что о новой крутой работе Бена они узнали от его отца. И пока он мыл их машину, они постоянно отпускали издевательские шуточки и фотографировали его. Все это было очень унизительно для Бена, но делать было нечего. В тот день почти все его друзья приехали на автомойку. Им даже не нужно было мыть свои машины, они просто зашли, чтобы сфотографироваться и посмеяться над Беном. Он не ожидал таких насмешек от них и особенно от своей девушки, которая вела себя так же, как и его друзья. Глядя на них, Бен все больше и больше понимал, насколько они никчемны. И каким он сам был несколько дней назад. В конце дня к Бену подошел его товарищ по работе и неожиданно извинился за воду в ботинках. Он признался, что был зол с самого утра, когда ему пришлось работать одному за двоих. А теперь он увидел, как судьба наказала Бена и поэтому просил прощения. Затем его напарник пригласил его вместе поесть. Бен никогда не пробовал уличную еду, но вдруг она показалась ему очень вкусной и сытной. Месяц пролетел быстро. Бен быстро научился жить по распорядку и работать. Он привык к коллективу, и начальник даже похвалил его за работу. Он познакомился с девушками в общежитии, и они даже научили его готовить простую еду. Это было странное время для Бена, и оно показало ему другую сторону жизни. Неожиданно Бен понял, что такая жизнь ему нравится больше. Месяц спустя, когда парень заканчивал очередную мойку, в мойку въехала знакомая машина, и из нее вышел его отец. Бен улыбнулся, шагнул вперед и обнял его. Парень попрощался со всеми на мойке и получил свою зарплату. Когда Бен приехал домой, он был немного грустным. Его мать бросилась обнимать его и причитать. Но Бен молча обнял ее, поцеловал и пошел в свою комнату. Родители остались внизу. Женщина вытерла слезы и обвинила мужа в жестокости. Но муж ответил, что теперь у них наконец-то появился шанс вырастить мужчину.